Приветствую вас, и в вашем дополнении на вопрос есть два момента, на которые мне бы хотелось обратить внимание. Первый момент это, собственно, понимание причин. И, вы знаете, из двух вариантов, которые вы предложили в качестве объяснения поведения вашего мужчины, подходит больше тот вариант, при котором ему была важна постель. Потому что во втором случае, и в любом другом, если бы он любил бы вас, если бы у него к вам были чувства, если бы у него было к вам уважение, то, вы знаете, вряд ли он бы перестал резко так с вами общаться. Да просто потому, что при наличии чувств, человек сам испытывает потребность в том, чтобы быть с тем, кого он любит. А он эту потребность не испытывал. Ничего не могло произойти такого, что оттолкнуло бы его именно в сексе. Потому что он опытный мужчина, он сказал, что у вас, вы не опытные, вы младше него. Он знал, на что от чего, вы совершенно правы. И он вас покинул. Потому что вы не устраивали его в постели. Мужчина, безусловно, знал, что ему нужно. Ведь люди опытные в интимной сфере, прекрасно отдают себе отчет, чего они хотят. Мужчина знает, чего он хочет в постели. И вы ему этого дать не смогли. И потому все закончил. Почему мужчина ввел себя на следующий день так, что предлагал повторить? Возможно, это связано с тем, что он надеялся, что при повторном взаимодействии с вами все получится. Но потом, видимо, пришел к выводу, что ему придется вас учить. А учить он оказался не готов. Он оказался не готов тянуть вас до своего уровня. В этом и откроется основная причина, по которой он ушел. И с причиной вторичной. И она вам, может быть, не совсем понравится. Дело в том, что раз вы у этого мужчины были первой. То есть он для вас был первым, прошу прощения. То он знал, что до него вы ни с кем не вступали в интимную связь. Для мужчины это все равно, что заслуга. Он был первым для женщин. И когда он узнал о том, что вы никогда не были с мужчиной, то, естественно, он хотел стать первым. Просто для того, чтобы потешить свою мшку с полюбью. Чтобы потешить свою гордость. Типа вот он смог. Да, стать первым для женщин. Это напрашивается из его поведения. Из его дальнейших действий. А впоследствии, в будущем, поняв, что вы видите в нем своего первого мужчину, хотите видеть его единственного мужчину, он испугался ответственности. Потому что, когда мужчина у женщины первой, она воспринимает его практически как своего мужа. Как истат своих, своих детей. Ну, естественно, если это происходит, говорит, вот как у вас, да, значит, после двадцати лет. То есть, когда вы его сейчас временовавшиеся лично. И мужчина понял, что он на данный момент, ну, не готов к тому, чтобы дать вам то, чего вы, по всей видимости, от него хотите получить. И это все вместе, в совокупности, способствовало тому, что он исчез. И дальше, вы хотите понять причину, по которой он так поступил. Мы переходим постепенно ко второму моменту, но прежде чем перейти, хотел бы сказать пару слов. Объективно, что мужчина сделал? Он вступил с вами в связь, он провел с вами ночь, понравилось ему что-то, не понравилось. Он знал, на что шел, вы совершенно правы. И в результате этого он понял, что та ответственность, которая на него ложится, то будущее, которое у него с вами вырисовывается, его не устраивает. Это означает, что у него были свои интересы. Какие они, не вы, не я не знаю, потому что это изобуская догадка. Но они были, и они для него определенно важнее, чем ваши интересы. При таком подходе, при подходе, в котором интересы личные выше интересов другого человека, не может идти речь отчувствов, отчувствов искренне. И мужчина поступил с вами достаточно честно. Он, скажем так, мог бы вами пользоваться, но он этого не сделал. И, вероятнее всего, он не сделал этого по двум причинам. Первая причина заключается выше озвученным, а вторая, вторая, вероятнее, связана с какими-то обстоятельствами в его жизни, потому что вы его видели, вы заметили, что с ним-то расслучилось, случилось определенно что-то негативное. если бы он вас любил, если бы он планировал с вами что-то серьезное, если бы он вам доверял, он бы вам все рассказал. Но он этого не сделал, пожелал просто уйти по-английски. Это означает, что как минимум, мужчина не хотел терять свой образ в ваших глазах. он не хотел, чтобы вы в нем разочаровывали. Он не хотел, чтобы вы видели его не тем, кем он является, чтобы вы видели его другим и не замечали его проблемы. И это тоже свидетельствует о том, что чусь искренних, синих, настоящих, кламм у него не было. Далее. Далее мы переходим лично к вашим, собственно говоря, переживаниям, к моменту, связанному именно с вами. И здесь нужно сказать так, что по сути дела, в совокупности, то, что вы до 21 года не были с мужчинами никогда, свидетельствует либо о вашей серьезности намерения, то есть вы не сторонник за счет мимолетних связей с мужчинами, мимолетних связей, интимного характера и так далее. Либо о наличии скромности, о наличии определенной зажадости и как следствие интровертного склада характера. То есть, интроверт – это человек, который живет своим внутренним миром. Если вы слишком серьезны, то это, безусловно, мужчина от того, что он никак не ожидал от девушки вашего возраста, значит, ощутить настолько серьезный взгляд на жизнь, на вещи, на будущее и так далее. И провести с вами время, безусловно, да, но серьезность его отпугивала, потому что он, видимо, на нее готов раз и исчез. И вам нужно понимать, что с мужчинами здесь навсегда можно и нужно проявлять это самое серьезное, показывать откровенно свои намерения. Мужине это нужно предоставлять постепенно, чтобы он постепенно, шаг за шагом осознавал, что происходит с ним, с вами и с вашими отношениями. А если же речь идет о неких комплексах, неких страхах, некой зажатости, о скромности, то это является следствием ваших негативных постановок и следствием аффективного состояния или нескольких аффективных состояний, то есть серьезных эмоциональных переживаний в вашем детстве или в юношестве, когда, благодаря этому переживанию, какая-то ситуация в вашей жизни начала видеться вам, как бы сказать, целостно и вы перестали разделять этот ситуационный элемент. И сейчас любой элемент, независимый, но присутствующий тогда в этой ситуации запускает ваше эмоциональное состояние в нос. И по сути он, этот элемент, каким бы он ни был, должен провоцировать определенное поведение. Это называется комплекс, и от комплекса надо избавляться. Почему он у вас может быть? Связано это может быть как со строгим воспитанием родителей, так и с серьезным отношением вас к самой себе, к определенной стереостремленности, к отсутствии спонтанности в жизни, импровизации, значит, к креативности, порывов, порывов. Все это приводит к тому, что вы можете быть слишком серьезно относитесь к тому, что происходит вокруг вас. В результате, в результат, вы не можете до сих пор пережить то, что мужчина вас бросил. Вы понимаете, что он провел с вами ночь в обществе, и после этого отдалился от вас. Это, безусловно, унижение. Унижение вас с его стороны. Это, по сути, оскорбление того, что он сделал. И, поскольку прошло уже времени очень много, то давайте попробуем задать себе такой вопрос. Вы сами готовы его принять, если он к вам придет и скажет «Прости меня, я хочу быть с тобой вновь». Вы готовы простить ему то оскорбление, что он вам наделся? Вы готовы принять его вновь? Ведь он вас уже один раз предал, и предал он вас не в результате какой-то отдельной ситуации, а придал он вас в сути на ровном месте. Вы готовы простить ему предать? И значит, этот человек может вновь в любой момент также вас предать. Следующее, о чем нужно сказать, это о том, что вы сравниваете его с другими, а мужчина с другими. Вы безусловно его любили, может быть даже до сих пор любят, или думаете, что любят. Связано это с тем, что у вас его образ, образ, который вы идеализировали своим воображением. И этот образ необходимо убирать. Как убирать? Ну, во-первых, перестать, это, наверное, самое главное в данном случае, перестать его идеализировать. Перестать стараться оправдать, признать, что мужчина не оценил вас по достоинству, не понял, насколько вы прекрасны, не понял, насколько вы преданы ему, не понял то, что вы ему дали, что вы ему готовы были дать, что вы готовы были стать его спутницей жизни. Он этого всего не оценил, не понял. А значит, это не ваш мужчина, это мужчина, который с помощью вас пытался посытить делу, удовлетворить свои потребности, и защитить свои интересы. То есть, нужно разменьшать шаг за шагом тот образ человека, который вы себе нарисовали. и можно это делать вам самостоятельно с вашими близкими людьми. Можно это делать с специалистом, проводя анализ и, собственно говоря, разжигровку его поведения, если есть такое желание у вас. Но при этом сперва проработать именно ваше поведение, ваше сознание на комплексы, на различные блоки, которые не дают вам забыть этого человека и жить дальше. Лучшим способом, конечно, размечать образ, это поговорить с человеком. Встретиться с ним вновь, чтобы вы увидели реальное подтверждение тому, что он не тот, кого вы когда-то любили. Он не тот, с кем вы сравниваете других мышек. Он обычный слабый мужчина, который является рабом своих желаний, своих страстей, говоря классическим языком. И именно поэтому несчастный. А раз он несчастный, то и вас он тоже сделает несчастным. Потому что несчастливые люди приносят другим только несчастным. В целстве того, что внутри них отсутствуют гормоны. Отсутствуют четкие цели. Отсутствует понимание того, кто он и куда идет. И вам нужно задать себе вопрос, а вы готовы с таким вот мужчиной жизнь свою связаться? Если да, то почему? Следующее, о чем хочу сказать, это о том, что вы видели его. Сказали, что он был подавлен, что он очень сильно изменился и что на него было страшно смотреть. Это первая ласточка по развенчанию образа. Вам стоит подумать, почему он так изменился. Не в горожей жизни, а в следствии ошибок. Ошибки, которые были продиктованы тем самым поведением, что привело к вашей ситуации. И вместо того, чтобы стремиться исправить эти ошибки, мужчина себя жалеет. И, ну, кстати, попадал в его настроение, он себя жалеет. А раз он себя жалеет, то, скорее всего, обвиняет всех вокруг. Обвинять всех вокруг может только слабый человек. И опять-таки мы возвращаемся к тому вопросу, о котором я говорил. Радит ли вы связать жизнь с этим мужчиной. И, что гораздо важнее, таков ли реальный человек, которого вы любите. Или вы любите того, кого придумали себе сам. Вот на этот вопрос вам нужно постоянно себе отвечать. Постоянно его задавать и постоянно отвечать. И тогда вы перестанете сравнивать его с другими мужчинами. Ну и, наконец, последнее, о чем я хочу сказать. Это то, что вот вы говорите, что вы думаете о нем постоянно, не можете его забыть. Это значит, что он вам давал те ощущения, которые вы больше ни с кем не получали. Те ощущения, в которых вы нуждались. И вот необходимо, просто необходимо понять, что это были за ощущения. Что это были за эмоции. Вот говоря более конкретно, это эмоции. То есть вы испытывали определенные чувства только с ним. То есть в определенной ситуации. А чувства ситуативные есть эмоции. Так вот, какие эмоции вы с ним испытывали и почему? И если вы на эти вопросы ответите, то сможете этого же добиться самостоятельно. Без привязки к мужчине. Конкретно к мужчине. И тогда вы станете свободны. Тогда вы освободитесь и сможете, наконец, жить дальше. Потому что, по сути дела, ситуация такова, что если вам действительно были нужны эмоции с ним, если вы хоть какие-то эмоции с ним получали, которых вы не получали больше ни с кем никогда, по сути дела вы с ним находились тоже не совсем по искреннему порыву. А вы с ним находились потому, что вам с ним было хорошо. Вам было хорошо. Вам было лучше. То есть вы защищали свои интересы. Просто вовременно этого не осознавали. Осознание этого даст вам понять, почему вы так стремитесь именно к нему. Несмотря на все то плохое, что он вам сделал. Несмотря на его отношения к вам, которые прямо вытекают из его поступков и ситуации. И поняв, вы сможете этим управлять. А значит, станете хозяйкой своей жизни и сможете жить так, как вам того хочется, а не быть заложницей своих воспоминаний и своих образов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи. strатьякнул. Карелая